Так, дорогие друзья, появилась такая возможность сделать для вас видео уроки для именно начинающих, для первого именно освоения баяна. Мы начинаем осваивать баян с левой клавиатуры. То есть, для этого нам нужно найти на левой клавиатуре нотку с ямочкой. Вот она у нас. Это будет на втором ряду. Вот меха. Нажимаем мы третьим пальцем, средним. Рядом с ней мы на третьем уже ряду нажимаем клавишу, которая называется мажорный аккорд. Именно мажорный аккорд этой ноты. То есть, если это нота до, то, соответственно, этот аккорд у нас будет до мажор. И путем чередования мы получаем простой аккомпанемент. Как это выглядит. Здесь важно, чтобы пальцы друг от друга недалеко отрывались, а находились близко друг к другу. Тогда мы будем чувствовать эту позицию, и они у нас будут попадать правильно и не соскакивать на другие. Самое простое упражнение, которое мы можем сыграть путем этого чередования, это частушка. Значит, начинается она с нижней позиции нижнего аккорда. Это нота фа будет, фа мажор. Потом на до мажор переходим. И вверх. Соль мажор. И возвращается опять на до. И так мы можем играть до бесконечности. То же самое на жим меха делаем. Вот. Что касается левой руки. Теперь переходим к правой. Здесь мы видим пять рядов. Ну, на баянах попроще имеются три ряда клавиш. То есть, первый, второй и третий. Значит, что нам нужно? Нужно расположить наши пальцы таким образом, чтобы каждому из трех вот этих пальцев, первый, второй и третий, досталось по одному из рядов. То есть, на этом ряду. Вот этот палец. На этом ряду. На этом ряду. На этом ряду. И выбирая по белым клавишам только, мы движемся вот в этом направлении. Так у нас получается гамма. До мажор. Значит, чтобы нам сыграть мелодию нашей частушки, которую мы наиграли на левой клавиатуре, мы начнем с ноты фа. То есть, вот она у нас четвертая. И будем двигаться в нисходящем направлении. Вот сюда. Вот наша будет мелодия частушки. И теперь, как это все дело соединяется у нас с левой клавиатурой? Во время того, пока мы находимся на нашем первом аккорде, фа мажор, мы держим здесь ноту фа. Вот так вот. Потом дальше переходим здесь на до мажор, на серединку помеченную, которую здесь держим ноту ми. Следующая нота. Ре. А здесь переходим на соль мажор. И становимся на финальную ноту до, и нажимаем здесь до мажор. Что у нас получилось? И то же самое делаем на сжим меха. Для более продвинутых, и для тех, у кого это уже получилось, можно ноты не тянуть здесь, а чередовать именно на каждую из звуков аккорда. Вот так вот. Потом можно их комбинировать между собой. Например, первую тянем, вторую чередуем. Потом первую тянем. И наоборот. Можно изобретать различные комбинации ритмов. Например. Так мы уже получаем разновидность нашей мелодии, сыгранную на четырех нотах и трех аккордах. Желаю удачи в освоении.